После второго этапа гидравлических испытаний горячее водоснабжение восстановлено во всех домах, сообщили ростовские теплосети. После первого без горячей воды остаются два многоквартирных дома на Извилистой. На бесхозных теплосетях выявлены дефекты. Их сейчас устраняют. А сегодня в Ростове начался третий этап гидравлических испытаний. Он продлится до 27 июля. Горячей воды не будет в северном жилом массиве в пределах улиц Капустина, Пацаева, Комарова, Стартовая, Орбитальная, Королева, Космонавтов, Волково. В районе Тимирника от Лелюшенко, Миронова до Думенко. Также отключения затронут улицы Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионную, Шибалдаева, Ленина, Ларина, Погодина, Нариманово, Врубовую, проспект Нагибина и переулок Октюбинский. С 28 июля на участках теплосетей, которые выдержат параметры опрессовки, начнется включение горячего водоснабжения потребителей без дополнительного оповещения. При выявлении дефектов подключать горячую воду будут по мере устранения повреждений. С начала уборочной кампании на территории Ростовской области зарегистрировано 17 возгораний пшеницы в 13 муниципальных образованиях. Каждый такой случай – предмет пристального внимания как властей, так и специалистов пожарной безопасности. О том, как не допустить ЧП и избежать последствий, рассказывают и даже показывают прямо на полях. Человек, который уже столкнулся на занятиях с этим, он будет понимать, что такое линейная скорость распространения горения, какое влияние на все эти процессы имеет состояние погодных условий, то есть это засуха, то есть это сильный ветер. Да, это время короткое, 2-3 недели этой уборки, но лучше пережить их, как говорится, бодрствуя. Сотрудники областной противопожарной службы регулярно проводят беседы и раздают памятки по технике безопасности. Сами комбайнеры о ней тоже не забывают. Уборочную технику готовят с особой тщательностью. Ежедневно перед началом работы в процессе каждый комбайн чистят от накопившихся пыли и соломы. Не забывают и про индивидуальные средства борьбы с возгоранием – так называемые хлопушки и огнетушители. А зуб, лов и на десерт чак-чак голодным с праздника Южный Сабантуй в парке Плевен не ушел никто. Помимо вкусных и сытных блюд, на этнокультурном фестивале ростовчане познакомились с национальными ремеслами, бытом, танцами и песнями. Обязательная часть Сабантуя – спортивные состязания, например, борьба на поясах, в которой мог принять участие любой желающий. Татарский праздник урожая провели в нашем регионе в 19-й раз, и уже третий год Южный Сабантуй проходит в статусе межрегионального. В гости к донским татарам приезжают из соседних областей и республик. Праздник замечательный, мы его очень любим, ценим, уважаем. Тут так классно все, здорово, весело. И еще нам очень нравятся, конечно же, все блюда татарские. И козы очень вкусные, и чак-чак, и плов. Редактор субтитров А.Семкин